Кисель! Кисель! Ухватом я еще не пользовался, но очень старше, если честно. Это кулинарное тревел-шоу, в котором я, Антон Обрезов, пытаюсь выяснить, стоит ли возвращать в 21 век традиционные русские рецепты. Ой, как лебедушка плывет! Рецепт, который нужно проверить, присылает телеканал Еда. Каждый раз я должен выполнить несколько заданий и найти специальные ингредиенты для блюда. Ну, что скажете? Прямо крестиком вышиваете. Чтобы научиться готовить так, как это делали наши предки, я отправляюсь в путешествие. Да не бойся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, у меня в руках новое задание от телеканала Еда. Давайте уже узнаем, что я буду готовить. Итак, терские щи на хмелевой закваске. Звучит вкусно. Специальный ингредиент. Чесночные помпушки. О, боже, я обожаю чесночные помпушки. Итак, щи бывают постные и скромные. Приготовление постных щей самое обыкновенное. Вместо кислоты берется чашка или два кваса. Очень интересное решение. Я никогда не видел, чтобы в щи добавили квас для кислоты. Значит, квас, приготовленного из дрожжей или отрубей ржи, наливается в чугун, который затем наполняется водой. В смесь бросает пригоршню пшена или чечевица, гороха и горсть соли. Я не знаток терских щей, если честно, но не встречал подобных ингредиентов вообще в рецептах щей. Что довольно интересно. Классно. Я бы с радостью попробовал это. Класс. Чесночные помпушки тоже, видимо, идут к рецепту. Блин, щи с чесночными помпушками. Давайте я уже скорее приготовлю это. Итак, буду готовить терские щи с чесночными помпушками. Звучит очень вкусно, хотя пока не совсем понятно, чем эти щи отличаются от классических. Блюда это из кухни терских казаков. Терский от слова терек, название Кавказской реки. Разбираться с деталями рецепта буду на месте. Точка на карте – Пятигорск. Поехали. Пятигорск – город-курорт в Ставрополье. Еду сюда с особым чувством, потому что сам родом из этих краев. Первые 18 лет своей жизни я прожил в Ставрополе. А вот в Пятигорске был только проездом. Этот город знаменитым сделал Лермонтов, когда поселил сюда персонажей героя нашего времени. Сам Михаил Юрьевич погиб в Пятигорске на дуэли. Так что имя его здесь повсюду. Как и разнообразные полезные для здоровья источники. А еще в Пятигорске, как в любом южном городе, любят вкусно и сытно поесть. Так что тут точно найду, что попробовать. В Пятигорске обязательно надо пробовать нарзан. Здесь мне рассказали одну из версий легенды, как появилось это название. Был такой богатырь нард, который защищал горцев. Он поднялся на вершину горы Эльбрус, чтобы победить чудища. Оно его схватило, приковало и долго мучило. И нард очень переживал за горцев, которых он вынужденно оставил и плакал. И его слезы и стали той водой, которую пили горцы и становились сильнее. В итоге они освободили нарда, и напиток стал называться нарзан. То есть напиток нартов или напиток богатырей. Ну, вкус я его знаю с самого детства, очень его люблю. О, боже мой. В такую погоду просто идеально освежает. Ну ладно, нет времени расслабляться. Я же не отдыхать на курорт приехал, а выполнять задание телеканала «Еда». Для начала я решил заехать на рынок, найти все нужные ингредиенты. Мне посоветовали рынок в Горячеводском. Сейчас это поселок недалеко от Пятигорска, а когда-то была казачья станица. Слушайте, огромный выбор, конечно, всего. И сухофруктов. А можно попробовать что-нибудь? Да, можно попробовать. Круто. Давайте я финик попробую. Очень сладкий, очень ореховый, я бы дорассказал, вкус. Давайте, отлично. С овощами трудностей не будет, это точно. Но вот проблема. Нигде нет нужного мне для приготовления терских щей кислого кваса. Придется применить смекалку. О, это алычажа зеленая, да? А еще сезон идет? Да, попробуй сейчас. Да? Я ее очень люблю. Слушайте, какая сочная. Да, вот сочная. Посоветовался с местными. Кислый квас порекомендовали мне заменить неожиданно на алычу. Короче, зеленая алыча реально уникальный продукт. Он есть только на юге, его иногда поставляют по всей стране. У него супер короткий сезон, наверное, пару недель. Очень специфическая штука, похожа на зеленое яблоко или зеленый помидор. Просто не передать слов. Она как сочная, как виноградина. Фантастика. Давайте, отлично. Класс. Обожаю рынки, если честно. Такие яркие овощи красивые, супер свежие. Спасибо. Мне на... Сколько перец цена подарила? Спасибо большое. Спасибо. Вот за это я люблю южные рынки. Все, хорошего дня вам. До свидания. Надо пробовать кулинарное тревел-шоу, в котором я, Антон Обрезов, пытаюсь выяснить, стоит ли возвращать в 21 век традиционные русские рецепты. Сегодня я в Пятигорске собираюсь готовить настоящие терские казачьи щи с чесночными помпушками. Ну что, теперь пора выполнять первое задание – изготовить тарелку для подачи щей. На Северном Кавказе производство керамической посуды – традиционное ремесло. Глины тут много. Смотрите, маски какие. Поможет мне с выполнением задания мастер Александр Костюков. Надо сделать тарелку для щей. Можете ли вы мне с этим помочь? А умеешь, да, работать с глиной? Ну, вот если бы другой человек спросил меня, а не вы, я бы, конечно, сказал, да, умею. Умею, практикую. Но вам я скажу, что нет, скорее не умею. Я когда-то работал один или два раза в своей жизни с кончарным кругом, но я бы не назвал это умением делать что-либо на нем. Ну, память в руках-то осталась такая. Думаю, что да. Вот эти волны стоят все стаканы и тарелки. Попробуем. Казаки считают, что щи правильнее есть из настоящей, аутентичной глиняной тарелки. Говорят, так вкуснее. Еще один важный нюанс – размера этой самой тарелки. Это нормальная порция щей. Это нормальная порция щей. Представь себе, поле. Вставится в среди поля такая миска, насыпается туда картоха там или щи. Садятся вокруг мужики. Все это дело… Ой, невозможно. Давай, давай работать. Давай работать. Как у меня получается? Замечательно. Бросаем на середину круга. Ну, вроде крепко стоит. Ну, давайте. Сжимаем, сжимаем, сжимаем души. Можно я буду представлять себе продюсеров моей программы? Тяжелая задача, если честно. То есть нужно прям усилие. Она кривая. Она кривая, она убегает. Это катастрофа. И смотрим, что у нас получилось. Замечетно вообще супер миска. А может, неплохо получилось? Супер миска. Ну, конечно, вы мне помогли. Но тарелку надо с гончарного круга еще снять. А как это сделать, не повредив? Берем струну, натягиваем ее так. Заносим сзади и, прижимая большими пальцами к поверхности гончарного круга, срезаем все это, как швейцарский сыр. Говорят, такой же струной его режут. Это правда. Похоже на сыр. Ну, классно же. Это просто замечательная работа. Без всякой иронии. Спасибо. Действительно замечательная работа. Получилось неплохо. Но есть проблема. Сохнуть моя тарелка будет несколько дней. А потом ее еще нужно обжечь. Кажется, в график я не укладываюсь. Дело такое. Мне, откровенно говоря, она нужна будет завтра. Может быть, у вас есть что-нибудь, чем мы могли обменяться с вами? Я могу вам отдать свою работу, а вы мне какую-нибудь тарелку, в которую я смогу налить щи и... Согласен. Спасибо. Здесь мне точно должны помочь с мампушками. На территории бывшей горячеводской станицы и сейчас живут очень много казаков. Их когда-то переселили сюда с Волги в наказание за участие в восстании Емельяна Пугачева. Посмотрите, они такие прекрасные. А ты прошарил? Да, хороший мой малыш. Ну вы чего? Я же такой же, как вы. Куда вы все ушли? Вообще-то я, конечно, приехал сюда не к милым поросяткам, а к настоящей терской казачке Вере Труфановой. Очень надеюсь, она поможет мне с мампушками. Правильно ли я понимаю, что это такая, как бы самая частая комбинация? То есть именно помпушки чаще всего подавали к терским вещам? Да-да-да, потому что помпушка с чесноком, она усиливает аппетит при еде. Если честно, я обожаю чесночные помпушки, особенно свежеиспеченные. Вот сейчас говоришь, да, и прямо так... Да-да-да. Сразу слюнки потекли. Супер! Смотри, это у нас вот такое вот месиво, да, бери ложечку. Это похоже... Ну, давай, увадывай, что это такое. Честно говоря, на закваску как будто немного похоже. Да нет, это не закваска. А, это отруби. Это отруби, да. А можно же, да, их есть? Да, конечно, конечно. Это пищевые, это не то, что мы козочкам своим даем. Давай дрожжи, дрожжи уже не нужны, они свою работу сделали, попали в нашу опару. А, я понял. То есть это как бы закваска такая. Ну да, своего рода, да. Просто это так и называется хмелевые дрожжи. Вот шишки хмеля мы разбираем на чешуечки, заливаем полутора литрами кипяточка и варим минут 20. Сутки где-то они вот стоят, появятся сверху как пена. Тогда можно добавлять остальное. Мёда полторы столовых ложечки. Отруби, отруби мы ржаные добавляем, чтобы у нас действительно был полезный хлеб, вкусный. И не такой, как продается в магазине. Заквасен. Хлеб на такой хмелевой закваске, оказывается, терские казачки пекли постоянно. Я раньше такого рецепта нигде не встречал. И уж тем более не добавлял хмелевую закваску отруби. Да, это очень вкусно. Я буду теперь чаще использовать хмелевую закваску, мне очень понравилось. Ну и как бы дешевое сердито, да? И потом знаешь, что это намного полезнее. Я, собственно, тоже буквально сегодня, можно сказать, обнаружил свои корни в терском казачестве. И выяснилось, что мой, получается, прапрапрадед, он был атаманом Пятигорского отдела терского казачьего войска. Это вообще приятное ощущение, когда удается найти какие-то свои корни, откуда ты родом, какие традиции. Так что я практически как дома себя чувствую. Думаю, достаточно. Давай подсыпай под низ мучицу, накрывай полотенчиком и дадим ему отдохнуть. Пампушечки, они кругленькие, вот такие небольшие булочки, да, у нас получатся. Очень мне нравится печь маленькие пампушки. Пампушкам мы дали отдохнуть, чтобы они немного поднялись. Теперь им пора в печь. И тут еще одно ноу-хау от терских казаков. Кладем пампушки на подложку из муки, чтобы не подгорали. Жарковато, да? Ну, как в бане. Вообще, первый раз такое вижу, себя-то я со стороны никогда не видела. А как со зрелища довольно такое экзотичное. Ровно хватило, просто идеально. Да молодечек. Ну, видишь, глаз как алмаз. Просто и не говорите. Пампушки будут печься минут 20. А мы с Верой Федоровной пока приготовим чесночную заправку. Мелко-мелко рубим чеснок, добавляем масло и укроп. Все это надо тщательно растолочь в кашельцу. Вообще необыкновенно. Это такой запах, вот стоять даже рядом. Хочется прям ложкой есть. Хочется уже, да, просто есть ложкой. Просто идеальное сочетание. Пампушки готовы. И, кстати, мука помогла, не подгорели. Осталось только обмазать их сметаной и чесночной заправкой. И еще нужно накрыть пампушки хлопчатобумажной тканью, чтобы они лучше пропитались и остались мягкими. Аромат невероятный. Очень яркий, приятно. Просто аплодирую. Благодарю вас. Люба, 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 молодец. Настала пора и тебе обзавестись своей семьей. Мой любимый момент. Ну, давай, матушка, что ж ты. Мой любимый момент. По-моему, она не сходится на мне. Так, ну, вроде неплохо. Ой, да и поможет нам Бог в нашем начинании. А вот это сюрприз от терских казаков. Когда они узнали, что у меня нашлись казачьи корни, сразу решили женить на настоящей казачке. Затасковал, замаялся сердечно. И не ест, и не пьет наш удалец. И схудал, и страдался наш молодец. Молодец. Все мечтает ту лебедушку найти. Сынок, она тебе снилась. Ну, я пошел. Нет, ну, как ты подожди. Она тебе снилась? Блядь, какая красотка. Нет, ну, похоже. Помню, загорелая была. Да. Смотри, какая она. Джекпот. Невестушка. Да, да. Свадьба, конечно, не настоящая. Театрализованное представление. Тем более, что у моей невесты, говорят, имеется муж. Да и меня дома ждут, надеюсь. Но выглядит все очень убедительно. Запевай песню свадебную. Запевай. Ксюш, ну, просто и спектакль. Ты же понимаешь. Это ж... Не бери в голову, Ксюш. Это довольно специфические ощущения. Когда продюсеры говорили мне перед началом съемок, что мне в этой передаче нужно будет все пробовать, это не совсем то, как я понимал себе это изначально. Но если серьезно, это классный обряд. И вообще, очень часто культура разных обрядов на юге, она пропитана весельем, пением. В общем, она очень праздничная. И мне кажется, это круто. Это то, что отличает ее от всех остальных. Не уверен, что моя девушка будет рада, что вернусь я со съемок уже женатым. Ну, я пошел праздновать свою свадьбу. Удачи. Это может продолжаться бесконечно. Бесконечная песня. Наконец-то. Фух, этот насыщенный день должен заканчиваться. И пусть он закончится вкусными щами. Точнее, терскими скоромными щами. В отличие от постных щей, скоромные готовят с мясом. Говядину я поставил вариться чуть раньше. Так что бульон уже готов. Обычно для кислоты в этот бульон добавляют квас. Но, естественно, квас не магазинный, а домашний кислый квас. И здесь, в Танице, мне найти его не удалось. Но на рынке я купил один из своих самых любимых продуктов. Это зеленое алыча. Это фантастический продукт. Это такие небольшие, похожие на сливу фрукты. Они очень хрустящие, супер сочные. По текстуре напоминают зеленое яблоко. И мне сказала Вера Федоровна, что эту алычу тоже использовали в терских щах для окисления. И, в общем, все сложилось само собой. Поэтому вместо кваса я буду использовать вот эту алычу. Сначала я положу алычу в мясной бульон, чтобы алыча хорошенько разварилась и дала мне кислый вкус. Я, наверное, упрощу себе задачу. Не буду вынимать предмет на косточку, а просто вот так крупно ее нарежу. Ее в смысле алычу, то есть как бы обрежу косточку вокруг. Мне кажется, так будет гораздо быстрее и проще. Алыча готова. Теперь нарежу остальные овощи, чтобы уже дальше можно было быстро с ними работать. Начнем с лука. Жаль, что в рецепте не указана последовательность того, как нужно закладывать продукты. Вообще часто мне дают не очень подробные рецепты. Мне нужно самому догадываться, как же люди готовили несколько столетий назад. Поэтому, итак, первым делом точно нужно закинуть туда алычу. И мне кажется, пшено, оно будет вариться чуть дольше. Да, вот еще важный момент. В классические терские щи нужно добавлять пшено. Ну или любую другую крупу. Когда этот рецепт только появился, картошки у казаков не было. Но с крупой суп становился гуще и сытнее. Ну, поехали. Тяжело. Вот будет смешно просто уронить его и завалить. Как вкусно пахнет, друзья. Бульон кипит. Бульон хороший. С приятным таким слоем жира сверху. Говядина проварилась. Достаю ее, а нарежу чуть позже, когда немного остынет. Пока добавляю в щи пшено и алычу. Режу помидоры и капусту. Итак, добавлю лук в бульон. Мне кажется, что все-таки добавлять его вместе с капустой – это неверное решение. Сейчас будет самое то. Есть в терских щах еще один очень специальный ингредиент – мука. Немного муки. Опять же, в рецепте не указано, сколько именно. Ну, добавлю, я не знаю, пару столовых ложек. Я думаю, что больше – это уже перебор. Мука делает бульон еще гуще. Нарежу чеснок такими кольцами. Мне кажется, для щей и тесто самое то. Я не до конца осознавал всю сложность рецепта, когда вначале сказал, что он будет простым. Потому что он действительно очень простой. Нужно просто все нарезать и положить в чугунок. Только резать нужно очень многое. И очень долгое. Осталось только нарезать мясо. Все, теперь в этот бульон пока еще я отправляю все содержимое этой красивой тарелки. Все, я теперь кипятить снова не буду. Мой суп прекрасный. Потому что иначе все совсем разварится. Я думаю, что вот так достаточно. Я не знаю, насколько густыми любят терские щи местные. Но мне кажется, вот так достаточно. Финальный этап. Нарезаю мясо. Вверну обратно чугунок. Добавлю соль. И суп готов. Суп настоялся. Говядину я нарезал. Иду за чугунком. Приношу его сюда. И завершаю суп. Я устал его таскать. Ебогу. Кстати, помпушки еще у меня есть. Я думаю, что их нужно чуть-чуть прогреть. Пока буду тут заканчивать все супом. Поставлю в устья, и они хорошенько прогрелись. О боже мой, пахнет просто волшебно, скажу я вам. Теперь сюда нужно добавить несколько столовых ложек масла растительного для плотности. Ну и самое главное, как я и сказал, солью я всегда в конце. Это очень хороший еще. Все. Этот день почти закончен. Я приготовил просто целый чугунок щей. Но надеюсь, что казаки его оценят. Теперь вкладываю все в довольно объемную тарелку, которую мне подарил Александр. За что ему большое спасибо. Я не знаю, какого размера должен быть человек и его аппетит для того, чтобы съесть вот такого размера порцию щей. Если честно. Ну что, все готово. Надо пробовать. И решать, будем возвращать этот традиционный рецепт или нет. Судьи строгие. Казаки, естественно. Я закончил. Собственно, вот мое блюдо. Терские щи. Солочой. Красота. Да, и бампушки, которые мы с вами сделали. Так, я попробую. Пробуйте. Вот есть маленькая луна. Ну, как по размеру. Как вам удобно? Мне только так. Слушай, это очень красиво, то, что ты приготовил. Просто безумно вкусно. Ставлю тебе пятерку. И даже если вот мы сравним с тем, что здесь мы готовили, мне кажется, это будет даже вкуснее. Щи удались. И я думаю, что если бы сейчас попробовали вот эти щи наши гости, может быть, и позвать? Ну да, конечно. Конечно. Я буду рад, конечно. Можно еще с помпушечкой попробовать. Ну, единственное, конечно. Танечка, ну клик не наших, пожалуйста, и мы быстро все вместе накроем, как это у нас принято. Ну вот, теперь повеселее, да? Намного, намного. Поинтереснее стало, конечно. За таким столом как-то интереснее более сидеть, нежели с одними щами. Так, ну и теперь оцените, вот как Антон наш приготовил. Скажешь, просто бомба. Необыкновенно. Насколько вы считаете, этот рецепт может считаться современным? Я так понял, что сейчас так не готовят щи с пшеном, с капустой. Ну да, просто когда появился картофель, естественно, он заменил тоже пшено, и насыщенно, и вкусно, но я считаю, что это блюдо имеет право быть. Да. Ну, потому что разнообразие. Да, у нас, собственно, передача называется у меня «Надо пробовать», и основной вопрос, который я себе ставлю, рецепт, который я готовлю, надо ли его пробовать, надо ли его возрождать и готовить дать. Надо, надо, надо. Я очень понравился. Вас безумно интересно. Спасибо вам за гостеприимство. Я получил глубокое удовольствие за то время, которое я провел в вашей компании. Ну что ж, считаю, что с заданием телеканала «Еда» я справился. Рецепт терских щей с чесночными помпушками возвращать надо однозначно. И вообще, поездка в Пятигорск мне очень понравилась. Тем более, как выяснилось, сам я на какую-то часть терский казак. Здесь я нашел несколько новых для себя кулинарных лайфхаков. И жену. Шутка, конечно, только лайфхаки. Так что всем рекомендую ехать в Пятигорск. Здесь вкусно и весело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!